Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Роман Алексеевич, меня беспокоят мои дети. Такое бывает, да. Дети беспокоят своих родителей. Моя дочь старше, парализована. А ее муж хочет, чтобы она родила ребенка. Вы торопитесь, я не знаю, с чего начать. Похоже, я уже никуда не тороплюсь, поэтому успокойтесь и расскажите по порядку. Хорошо. Я тренер. По художественной гимнастике. Двадцать лет назад я начала тренировать свою старшую дочь Ирочку. Ей тогда было пять лет. Она такая талантливая была, у нее могло быть блестящее будущее. Да, это замечательно все. Давайте мы опустим детали и перейдем к сути. Простите, я просто хочу, чтобы вы поняли. У моей старшей, простите, младшей дочери Женечки в классе учился мальчик Сережка Масла. Так вот, он еще в детстве влюбился в Ирочку. Ну, бывает у мальчиков такое, да. Да. А когда ему исполнилось восемнадцать, и Ирочке двадцать, решили пожениться. Ну как, конечно, рановато, но я возражать не стала. А через год после свадьбы случилась страшная авария. Сережка за рулем был, на нем не царапины, а у Ирочки травма позвоночника, ее парализовало. Мы боролись за нее, боролись. Лучшие врачи, операции, но, к сожалению. Я понимаю, все же. Опустим детали и к сути. Да, да, сейчас. Сережа настоял, чтобы она осталась в спорте. Она занимается сидячим волейболом, даже попала в паралимпийскую сборную. Она этим живет, ну поймите. Ей двадцать пять лет. Ей скоро придется уйти из спорта. И что с ней будет? Так вот, мы подумали и решили обратиться к вам. Сережка хочет, чтобы она родила ребенка. Сережа хочет. Ну это замечательно. А ваша дочь этого хочет? Боюсь. Нет. Здрасте. Здрасте. Ну, кто у нас будет, мальчик или девочка? Мама, ну я же просила тебя подождать в коридоре. А я уверена, что девочка. А ее муж все мальчик, мальчик. Ну, знаете, пока сложно определить. Да нам вообще все равно, кто у нас будет. Лишь вы здоровенькими и все прошло хорошо. А вам с мужем вообще все тринтрова. Это я должна думать, какие пеленки покупать. Голубые или розовенькие? Мама, мы договорились покупать беленькие. Ну зачем ты опять начинаешь? А что, беленькие, по-моему, ничего. Извини, меня задержали немного. На сорок пять минут? Ну, я же не мог выставить пациенту за дверь. Ты лучше скажи, как себя чувствуешь? Голова как? Ты давление вечером мерила? У меня все хорошо. Я выпила таблетку и все прошло. Ну, хочешь, я могу рассказать тебе об этой пациентке? Я устала слушать о работе. Да это история не о работе, это история любви. Я устала слушать историю о чужой любви. До завтра. Ну что, у кого-нибудь еще есть вопросы? Да, есть важный для нас всех вопрос. К сожалению, в нашем банке доноров спермы полное обнищание. Дожили. Осталось только десять экземпляров и двое из них мулат. Ну, а я чем могу помочь? Ну, есть мировой опыт, вот как поставлено дело у наших коллег в Казахстане. После того, как Казахстанский банк спермы, принадлежащий частному лицу, вошел в число привилегированных партнеров International Sperm Bank, у наших казахских женщин, ну, то есть у их казахских женщин, появился реальный шанс родить от любой знаменитости. Ага. Вот только не надо забывать, что наш центр приносит больнице реальный доход. Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Спасибо. Все свободны. Да, Филатова. Да. Нет, я сейчас спущусь. К вам вчера приходила наша мама, ну, то есть моя теща, вот, и она сказала, что вы согласились нам помочь. Я согласился посмотреть, смогу ли я что-нибудь сделать. Вы карту принесли? Да, конечно. Это карточка из поликлиники. А это последние снимки позвоночника. Поврежден только нижний отдел, так что иннервация внутренних органов не пострадала. Вы медик? Да, я прошел специальные курсы, ну, чтобы профессионально ухаживать за женой. Физкультура, массажи. То есть врачи говорят, что со мной будет ходить? Обязательно. Вы читаете медицинские журналы? Ну, сколько в год делают открытий? Да, все это замечательно. Только вот ваша жена согласится прийти ко мне на прием? Я ее уговорю. Привет. Слушай, посмотри, пожалуйста, историю болезни одной моей пациентки. Она бывшая гимнастка, пять лет уже прикована к инвалидному креслу. Занимается паралимпийским спортом. Ну, муж хочет, чтобы родила ему ребенка. Неужели еще существует такая любовь? Ты не веришь в любовь? Я не верю. Просто я сомневаюсь в мужчинах, которые готовы взять на себя ответственность в трудную минуту. Надюшенька, я... Не помешал? Ну, что вы, что вы, я уже ухожу. Надюшенька, а что это ты так внимательно изучаешь? Широков попросил посмотреть в меня историю одной его пациентки. Женщина с порезом нижних конечностей хочет забеременеть. Угу. Позволишь? Конечно. Беременность для парализованной женщины – это огромный риск. И что, Широков не смущает, что он проводит все свои эксперименты на живых людях? Палентин Иванович, эта женщина столько перенесла, что я бы захотел помочь даже бессердечный человек. Это ты намекаешь на меня? Нет, конечно же. Лучше скажите, в чем будет заключаться риск для этой женщины? Риск? Риск заключается в том, что парализованная женщина никогда не выносит здорового ребенка. И в семье вместо одного инвалида будет два. Вот и все. Я сделаю все, что в моих силах. Главное, что вы решились. Спасибо. До встречи. Спасибо. Эй, Риш, посмотри на меня. Ты что, не рада? Завтра сделаем УЗИ и все будет хорошо. Сереж, как ты не понимаешь, мне стыдно за свою беспомощность. Я даже на гинекологическое кресло не могу залезть без твоей помощи. А доктор, он вообще вышел, чтобы не видеть, как ты мне помогаешь слезть с кресла в молитвную коляску. Знаешь, он вышел просто потому, что у него закончился рабочий день. Все. Сереженька, ты так со мной возишься, как с ребенком. Появится второй. И все опять ляжет на твои плечи. На твоей маминой. А мама, она ведь еще молодая. Ей бы свою жизнь не наладить. Ты о маме не беспокойся. Я сам позабочусь о тебе и о нашем ребенке. Буду многодетным отцом. Я все шутишь. Вот тебе я не знаю, как тебе тяжело. Я тебя очень сильно люблю. Так, а что с лицом? Что случилось? А что, у нас ничего не случилось? Ну, вроде как бы нет. Ну, хорошо, я могу подождать. Просто, когда ты мне скажешь правду. Ты о чем вообще? Так получилось, что в твоей сумке я увидел тест на беременность. Блин. Ты беременна? Слушай. Слушай. Роман Алексеевич, подойдите в предродовую. Да, сейчас приду, секунду. Ром, ну, давай на завтра перенесем разговор. Смотри, мне нужно домой сейчас срочно. Тебе нужно в предродовую. Мы сегодня договорим. Я посмотрю, что там, вернусь и мы договорим. Не ложись. Сейчас придет доктор и нас переведут в отдельную палату. Я вам русским языком объясняю. У нас нет отдельных палат. А если кого-нибудь привезут, мы поставим ширмочку, да? Ширму? Чтобы Алена терпела вопли всю ночь посторонней женщины? Мам, ну, я думаю, что когда я начну рожать, мне будет все равно. Я о тебе забочусь. Что бы вы без меня делали? Постоять за себя не можете. Здравствуйте. Что у нас за проблемы? Роман Алексеевич, вам карты в руки. Я пас. Понятно. Я вам сейчас кое-что объясню. Партнерские роды существуют для того, чтобы облегчить состояние рожницы. Если вы будете мешать врачам, я вас выведу. Это понятно? Понятно. Какова частота схваток? Ой, я даже не уверена, что это были схватки. Просто потянула вот здесь, вот, да, внизу живота. Понимаете, это мой первый ребенок. Я не знаю, что я должна чувствовать. Мама вызвала скорую, меня привезли сюда. Я даже не знаю. И правильно сделала. Так, я хочу поговорить с вашим начальством. Ясно. Позовите, пожалуйста, Филатову. Елизавета Юрьевна уже ушла. Как ушла? Вот я так и знала. Ну, как везде бардак. Вот эти два анализа переделись, пожалуйста. Спасибо. Лиза, 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 подожди, подожди. Что происходит? Ты почему вчера убежала? Я убежала. Мне просто надо было домой, а то я сейчас, я знаю. Сможем поговорить? Если это так и для тебя важно, ну, давай после пятиминутки зайдем ко мне в кабинет. Хорошо. Я только заскочу в кабинет УЗИ и сразу к тебе. Конечно, УЗИ. Это же гораздо важнее разговор. Привет, УЗИ. Ну что, как там наше УЗИ? В принципе, все хорошо. Фолликулы есть. Ну, отлично. Значит, через неделю можем спокойно сделать забор. Что нам теперь делать? Подождите в коридоре. Мне нужно переговорить с Романом Лисеевичем. Извините. Да. Что, настолько все критично? Хорошо, я сейчас буду. Меня в родильня вызывает. Ребята, извините, давайте до завтра и определимся, как мы живем дальше. Хорошо, хорошо. В родильный маршлаг. Без тебя Филатова не справится. Елизавета Юрьевна не справляется с мамой нашей пациентки. Ну, если у нее отошли воды, а схваток нет, вы обязаны сделать Кесарева. Подождите, мамаша, мы будем делать все возможное, чтобы роды прошли естественным путем. Правильно я говорю? Да, конечно. А если вы будете нам мешать, мы вас просто-напросто выведем. Да вы меня отсюда только вынести можете. Сама я никак не уйду отсюда. И потом, если меня здесь не будет, вы мне дочь вообще угробите. Мама! Ну что, как у нас дела? Ну все очень хорошо. Алена, спокойно. Отошли воды. Схваток пока нет. Окситоцин вводили? Да нет. Матка в нормотонусе. Я думаю, мы обойдемся без родовозбурдения. Понятно. Она думает. Послушайте, уважаемая… Лизочка, сходи в ординаторскую, я разберусь. Послушайте, ну разве вам не говорили, что женщине во время беременности нервничать нельзя? Юра, утку поменяй во второй палате. Уже два дня назад просили это сделать. Здравствуйте. Какие люди? А где ваша заведующая? Моя заведующая в предродовой осматривает женщину, которую вчера привезли. Кошмар. Женщина-кошмар? Кошмар ждет нас сегодня во время родов, потому что на них будет присутствовать не муж, а эта чокнутая на всю голову мамаша. Я уже имела честь с ней познакомиться, так что бедная Елизавета Юрьевна. Ой, извините. А вы щас куда? Куда? На Кудыкину гору. Поговорим. Ну, как там? Раскрытие почти полное, все идет как по учебнику. Наверное, скоро начнутся потоги. А че ведьма успокоилась? Ну, ведьма требует для своей девочки эпидуральной анестезии. Ну, тогда эти в чем проблемы? Проблемы нет, девочка хочет сама рожать. А для меня сейчас важен один момент. Ответ на вопрос. Ты беременна? Я не знаю. Лиза, не смеши меня. У меня небольшая задержка, но тест я пока не сделала. Почему? Я боюсь. Чего ты боишься? А если это окажется правдой, что я так так буду делать? Во-первых, не ты, а мы. Ты что думаешь, я против этого ребенка? Поженимся. Будем воспитывать его вместе. Да? А ты думаешь, я выйду за тебя замуж просто потому, что я банально залетела? Хорошо. Хочешь, чтобы я сделал предложение от тебя прямо сейчас между одними родами и другими? Очень смешно. Я ничего от тебя не хочу. Лиза, Лиза, ну это эмоции. Это эмоции. Слушай, мне от отца моего ребенка нужна не банальная порядочность, а любовь. Роман Алексеевич, у Алены там начались потуги. Вы можете подойти? Да. Договорим. Мама, ну я тебя прошу, ну убери ты эту тряпку. Это не тряпка, а компресс. Вон, ты вся вспотела. Не могу больше. Здравствуйте. Сейчас послушаем сердечко вашей малыша, ну и потопаем в родзал. Как это потопаем? Вы что думаете, что моя дочь в таком состоянии сможет самостоятельно идти в родзал? Можно потише, а то не слышу сердца малыша. Видите, никаких патологий нет. Да, но у нее узкий таз. Как у большинства гимнасток, она все равно бы не рожала самостоятельно. Угу. Женщина без движения и непонятно, что там будет с почками. Как, по-твоему, будет развиваться ребенок, а? Широков очень хорошо должен взвесить все за и против, прежде чем обнадеживать этих людей. Я и сама собиралась с ним поговорить. Ну так поговори. Потому что все мои слова он воспринимает в штыки. В вашей практике были случаи, когда рожала женщина с порезом нижней конечности. Да. Уже во втором триместре беременности она самостоятельно не могла ходить. Вот так. Но ребенок родился. Родился. С множественными патологиями. А через неделю умер. Вот-вот-вот, хорошо. Алена, дыши как лошадь. Вот так. Мама, я не лошадь. Я прошу тебя, уходи отсюда. Алена, вы, пожалуйста, никого не слушайте. Слушайте только меня. На меня смотрим и дышим. Так, схватка, тужимся. Только не выдыхаем. Ой, конторно. Уже тужится, да? Тужится, конечно. Тихо-тихо, не выдыхаем. Вот-вот-вот, хорошо. Ну почему же ты не дышишь, какой ужин, как я тебя учила. Ты же не сможешь его выдолгать. Так, ребенок с ручкой идет, а теперь он тут же сильно, но не резко. Сильно, но не резко. Как у тебя с ручкой? А почему же вы ничего не делаете? Вот. Ну что вы стоите и смотрите? Ай, мама, да даже мне спокойно родить, я прошу. Витой Игорь, пожалуйста, увидите. Я прошу. Вот-вот-вот-вот. Она меня еще и выгоняет. Вот-вот, молодец, молодец. Неблагодарная. Ах, сама родничка, сама ее воспитывай. Хватала, чтобы она мне испортила ребенку. Ну, вот так кричали, что и туши не нужно. Молодец. Кто у нас? Мальчишка. Мальчик, да? Сын. Ну, вот отлично. Мама, с тобой. Хорошо. Все, все, все. Мама все время утверждала. Держите, хорошо. Ой, девочка, девочка. Красавца. Похоже, что, перерезав пуповину, мы избавили Алену от навязчивого вмешательства матери в ее жизнь. Теперь она сама нам и со всем справится. Я чуть попозже. Можно? Да, конечно, присаживайтесь. Николай Борисович, а Широков вообще никогда никого не слушает. А что? Ну, я пыталась сегодня с ним поговорить по поводу той девушки, парализованной спортсменки. Он сказал, что ценит мое мнение, но решение принес сам. Он хочет отправить ее на ЭК. А ты против? Он же сам понимает, какой это риск. Конечно, понимает. Ну, значит, риск не такой большой. А мы с Бондаревым считаем, что плод с первых дней будет развиваться в условиях острой гипоксии. Даненька, мы живем в двадцать первом веке. Сейчас есть масса препаратов, которые улучшают снабжение эмбриона кислородом. Бара камера есть в конце концов. Точь в точь повторяйте слова Широка. Два сапога пара. Роман Алексеевич, а почему вы сказали мне прийти без жены? Что-то не так? Анализы, Ирина, хорошие. Патологии внутренних органов мы не обнаружили. Но я посоветовался с коллегами и... В общем, существует большая вероятность того, что ребенок может родиться с физическими и психическими отклонениями. Почему? Вы же говорили, что у Иры все хорошо? Да, у Иры все хорошо, кроме того, что она не двигается. И ребенок не сможет полноценно развиваться. Как это не двигается? Я каждый день по несколько часов делаю с ней зарядку. Она плачет, она кричит от боли. Но я все равно делаю. Беременная женщина, которая в течение девяти месяцев плачет от адской боли. Как вы думаете, что из этого получится? Да вы просто... Да вы просто боитесь неприятностей. Вы не боитесь, что цена, которую вы можете заплатить за это, окажется слишком велика? Я думаю, что вам нужно подумать об усыновлении. Кто разрешит женщине с таким диагнозом усыновить ребенка? Тогда остается я единственный вариант. Программа суррогатного материнства. Ладно, спасибо. До свидания. Алло, Лизочка, привет. А что у тебя с голосом? Ты плакала? Слушай, ну, может, приехать к тебе? Да не сговаривался я с Ромой. Ну... Ну, как знаешь. Лиза, ну, если завтра будешь здесь, заходи, попьем чай, поговорим. Хорошо. Тём. Вы знаете, если есть хоть малейший риск для ребенка, я никогда на это не соглашусь. Суррогатная мать. Это вообще чужой человек. Я думаю, что когда вы увидите малыша, который как две капли воды похож на вашего мужа, то вам будет все равно, кто его выношел. А это дорого? Да, это дорого, не буду этого скрывать. От пятнадцати до тридцати тысяч долларов. И совсем не обязательно было вчера мне звонить каждые пять минут. Подожди, я просто волновался. Ну, не надо волноваться, все в порядке. Я не беременна, просто задержка. Лиза, ну, зачем ты так? Потому что я поняла, что для женитьбы на мне существует только одна причина. Ребенок. А любви я не заслужила. Лиза, ну, я тебя прошу. Ну, пожалуйста. Ну, у меня башка все время занятая работой. Ну, дай мне время, я должен разобраться. Ну, я прошу тебя. Не трогай меня! Мы просто коллеги. Я с самого начала подозревала, что они положили глаз на нашу квартиру. И когда сына на Ирке женили, когда она стала инвалидкой, так и подавно. А вчера сыночек приходит и говорит, мамочка, продавай нашу квартиру и переезжай в гостинку. А мы на эти деньги ребенка купим. Что за бред? Ну, никто здесь детьми не торгует, в конце концов. Вот, Роман Алексеевич. Да. Пришла свекровь вашей пациентке. С претензиями. Так это вы вбили им в голову идею про это, прости господи, суррогатное материнство. Ребенка же бог дает. А вот это все, вот это все от лукавого. Хотите, чтоб я квартиру свою продала? Не дождетесь, я ни копейки не дам на эти бесовские игры. Роман Алексеевич, а может мы с вами поговорим? Ну, о чем тут говорить? Сами все видели. Лешка, можно к тебе? Да. Ты занят, что ли? Лёва, я дура. Что уже случилось? Ты поставила неправильный диагноз? А, о себе. У меня была задержка. Ну, я Роме об этом сказала, тест не сделала. Он сказал, ну, конечно, если беременны, будем жениться. Ну, логично. Лёва, что логично? Ты не понимаешь, о чем я тебе говорю? Я говорю тебе о том, что он согласен жениться, только если я залетела. Не по залету надо жениться, а по любви, понимаешь? А сегодня утром вообще оказалось, что я не беременна. И я послала ему. И вообще, я веду себя, как истеричная дура. А вот это нелогично. Ко мне Лиза приходила. Она мне про вас все рассказала. Ну, теперь я тебе кое-что расскажу. Ко мне на прием ходит пара. Она инвалид-колясочник, а он молодой парень. Влюблен в нее. Так вот это видно за километр. Ну и... Ну и... А что у меня с Лизой... Ну, не могу я пока определить, что у меня с Лизой. Ты куда? На пиццу хочу. Кабинет закрою. Подожди! Вот еще, Екатерина Сергеевна. У нас вчера возникла одна скандальная ситуация. Да. Женщина-инвалид. Хочет воспользоваться суррогатным материнством. Ну, что ж, прекрасная мысль. Да, мысль прекрасная. Но, как выяснилось, у них на это нет денег. И вот муж предлагает своей матери продать квартиру большую в центре города и переехать на малую жилплощадь. Ну, мать, конечно, против, прибежала к нам, начала скандалить. Она ведь, видите ли, член какой-то секты и категорически против этого суррогатного материнства. Как такову. А этот скандал чем-то грозит в больнице? Да нет, нет. Ни в коем случае. Только единственное, хочется... Хочется помочь этой женщине-инвалиду. Понятно. А идея суррогатного материнства, конечно, принадлежит Широкову. А кто-нибудь подумал, как эта женщина будет справляться с ребенком? А вы, господин Думанский, не подумали, что суррогатное материнство создано специально для того, чтобы помогать вот таким женщинам? К тому же Широков не обязан вникать в финансовые вопросы. О, все накинули. Слово сказать не дают. Широков, пусть эта женщина подумает о каких-нибудь подругах или близких родственницах. Может быть, они согласятся выносить ребенка бесплатно или за меньшую сумму? Требуются доноры в банк спермы. Как-то пресно. Может, лучше... А вот и первая ласточка. Да-да! Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, анализы вы принесли. От половой жизни, алкоголя неделю воздерживались, да? В таком случае я вам дам... Стоп, стоп. Я ищу Романа Алексеевича. Ой. Я муж его пациентки Ирины Масловой. А Романа Алексеевича нет, он в родовой. А мы сегодня, кстати, на совещании вашу проблему обсуждали. И у нашего ночмеда, добрейшей души женщины, появилась идея. Оказывается, сурмамой может быть родственницей или подругой. Я, кстати, 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 пришел по этому поводу. У моей Иры есть сестра младшая, ей 23 года, и у нее уже есть ребенок. Здорово. Надо показать ее Роману Алексеевичу. Хорошо. Спасибо. Ну, как-то пресно. Розе нет, матка в норме. Теперь нужно пройти полное обследование. Оперативно. Или вам нужно какое-то время, чтобы подумать. А зачем долго думать? Ну, этот ребенок у меня почти как родной будет. И себя родила, и сестре рожу. Вот телефон нашего юриста. Вы, пожалуйста, созвоните с ним, чтобы подписать договор. На подписание должен присутствовать ваш муж, нужно его добро. А это направление на анализы. Спасибо. Всего доброго. Ох, вы мои красавчики. Завтра мы вам устроим дискотеку, а потом подсадим к сурмаме, и чтобы велись и хорошо. Мужчина, если вы по поводу донорства спермы, придется минутничку подождать. Какое донорство, блин, спермы? Вы что, тут оборзели вообще? Это кому в голову пришла такая дурная идея сделать из моей жены ходячий инкубатор? Это Сергуня со своей калекой догадался? Вы имеете в виду Сергея Маслова? А вы, видимо, муж сестры Ирины, да? Да, я очень хочу понять, какого я 9 месяцев буду терпеть свою жену, которая вынашивает ребенка. От мужа своей сестры. Да это вообще бред какой-то и инцест. Вы понимаете? Нет, она мне, конечно, говорит, дорогой, ты должен пойти и подписать договор. Да, безмозглая эта корова. Короче, пошли вы все, знахари, блин. Мужчина, подождите, вы же... Ну и что мне теперь делать? Как мне им в глаза смотреть? Нет, нормально вообще. А мне ты можешь нормально в глаза смотреть. Роман Алексеевич, ничего не получится, муж против. Я не думаю, что он так отреагирует. Да я вообще убью этого придурка, муженька твоей сестри-калеке. Жек. Роман Алексеевич, вас в кабинете Савчук ждет. Роман Алексеевич, у меня из головы не идет история с этой девушкой-инвалидом. Что-нибудь придумали? Сестра Ирина согласилась стать суррогатной матерью, но вмешался в муж. Он против. Скандал за скандалом, значит, Роман Алексеевич. Знаете что, я, пожалуй, попробую выбить в горздраве квоту на финансирование суррогатного материнства. Ну, в порядке исключения, конечно. Все-таки девочка, паралимпийская чемпионка. Я был бы вам очень благодарен. Идите, идите, я вам сообщу. Да? Роман Алексеевич, можно? Здравствуйте, проходите. Спасибо. Роман Алексеевич, прежде всего, прошу прощения за поведение Женькиного мужа. Хорошо. Так это не главное. Я хотела сказать, что решила сама выносить ребенка для Сережи и Ирочки. Пожалуйста, не называйте мою идею безумной. Во-первых, я в хорошей физической форме. Во-вторых, у меня мужа нет, мне у кого спрашивать разрешение. Возраст, надеюсь, не помеха. Ну, если честно, то это очень неожиданно. Дорогие мои, вы присутствуете при таинстве рождения Жизни. Здесь у нас сперматозоиды, здесь яйцеклетки, и они готовы встретиться. А теперь можно смотреть. А теперь можно смотреть. И что теперь? Ну что, если оплодотворение произойдет нормально, Роман Алексеевич подсадит яйцеклетку вашей тещи. Ой, вашей маме. И последний вопрос Роману Алексеевичу. Как продвигаются дела у Ирины? Ее мать забеременела? К сожалению, нет. Было проведено уже четыре подсадки, но все безрезультатно. Яйцеклетки же не способны, а беременность наступает. А что с удивительным-то? Бабуль-то же полтинник. А вы, Думанский, значит, считаете, что в пятьдесят лет женщина уже бабуля, да? А как же Мадонна? Да нет, Екатерина Сергеевича, да вы меня не так поняли. Да нет, я вас прекрасно поняла. Вы знаете что, Думанский, вы все-таки мысли-то через голову пропускаете. А вы, Широков, держите меня в курсе. При благоприятном исходе этой истории получится шикарный материал для прессы. Реклама-то нам не помешает. Доктор, можно? Я сегодня не принимаю. Дело в том, что мне посоветовали именно вас. В центре репродуктологии наблюдается моя теща. Она в пятьдесят лет хочет стать суррогатной матерью. Да, я понимаю, о ком вы, но это не ко мне. Этим вопросом занимается доктор Широков. Мне важно мнение хорошего специалиста. Скажите, это вообще реально забеременеть после четырех неудачных попыток? Ну, если вы хотите услышать мое мнение, мне кажется, это крайне проблематично в этом возрасте. Тогда почему врач, который ее консультирует, говорит, что все получится? Мне трудно ответить на этот вопрос. И, как вижу, вы тоже не в восторге. Я? Да меня это вообще бесит. У нас в маленькой трешке кагал. Две семьи, чокнутая теща и инвалидка с бахнутым мужем. Какой ребенок? Да там моему нормальному сыну вообще места нет. Да, я вас понимаю. А вам, конечно, не позавидуешь. Но, вы знаете, мне кажется, выход все-таки есть. Вы подскажите мне, я в долгу не останусь. Да вы присаживайте, присаживайте. А, так, прошу вас, пишите. На что имя? На ваше? Да, я тут ни при чем. Заявление на имя начальника областного управления здравоохранения. Уже пятая подсадка. Курс гормонотерапии. И ничего. Неужели Думанский прав? Возраст Александра сыграл свою роль. Я уже и сам не знаю. Стоит ли продолжать? Роман Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Мы приняли решение. Мы больше не будем мучить маму. Она делала тест? Делала каждый день. Но нужно смотреть правде в глаза. Шансов у нее нет. Но зато есть хорошая новость. Да. Возможно, этот шанс есть у меня. Сереж, покажи статью Роман Алексеевичу. Вот. Видите? В Израиле начали выпускать новый легкий экзоскелет для страдающих параличем нижних конечностей. В нем можно ходить. Мы через неделю летим в Израиль. Кто знает, возможно, я смогу уходить. Я тогда и родить смогу сама. Но самое главное, вы нам очень сильно помогли. Позаставили нас поверить. Спасибо вам большое. Алексей Фадеевич, может быть, вы присаживайтесь? Спасибо. Может быть, вы дадите мне, наконец, возможность ознакомиться с поступившей к вам жалобой? Да, пожалуйста. Благодарю вас. Ой, как мелко-то. Мамочку. Так. На имя начальника облздрава Зверева Игоря Николаевича. И что же не устраивает много уважаемого Евгения Александровича? А вы дальше почитайте. Методы работы вашего центра репродуктологии. Что вы говорите? Жалоба. Доктор Широков вначале обнадежил супругов Масловых труда бредовой идеей зачатия инвалидкой Ирины Масловой собственного ребенка. И, наконец, он предложил сделать инкубатор мать Ирины. Начал подсаживать эмбриону ей. Тот факт, что женщине 50 лет, и она не в состоянии забеременеть, он в расчет не принял. Прошу заметить, что это не первый тревожный сигнал, по поводу методов работы доктора Широкова. Мой начальник лично просил разобраться с вашим ординатором, потому что он бросает тень на лечебное учреждение. Полупанова, Широкова ко мне. Нет, еще Думанского, Квитко и Бондарева. Извините, можно? Да. Извините, Надежда Алексеевна, скажите, где можно найти Романа Алексеевича? Его кабинет закрыт. Он сейчас в родильном отделении. Что-то срочное? Скажите, а если я туда спущусь, его позовут? Ну, если он не занят, то позовут. Ой, спасибо. Пожалуйста. Екатерина Сергеевна, вас просто ввели в заблуждение. В заблуждение? А это? Жалоба потерпевшей семьи. Моя пациентка пострадавшей себе не считает. Потрясающе. Все как с мусью вода. Мы уже вас предупреждали, что ничем хорошим ваш самодетель для больницы не кончится. Владимир Владимирович, а почему молчите? Ну, а что? К некоторым моим рекомендациям Широков прислушивался. Прислушивался. Сколько раз я говорил, что женщина это не может забеременеть. В силу объективных причин, в силу своего возраста. Ой. Здравствуйте. Снова здравствуйте. Что вы хотите? Я ищу Романа Алексеевича. Я наблюдаюсь у него в центре. Романа Алексеевича сейчас не до вас. Его на ковер вызвали. Танечка, результат анализа у Тимохиной пришли? Да, пришли. Сейчас посмотрим. А что случилось? Ничего. Просто приехал заместитель начальника облздрава. Жалоба на Широкова поступила. Ой. А как это? Он же такой хороший врач. Да он волшебник. Ой. А что же вы мелочка на него, на волшебника кляву запишите? Я? Нет, я. Это ошибка какая-то. А где кабинет начальника? На втором этаже. Так. Спасибо. Посмотрите. Спасибо. Тоже мне. Чип и Дейл спешат на помощь. Вообще, знаете, до того, как господин Широков появился в нашей больнице, все было нормально. Все по порядку. Теперь вообще черт знает, что происходит. С ног на голову все. Ай. По существу, Думанский, вы ничего не хотите сказать? По существу? Пожалуйста. Просто вытягивание денег из наивных людей. Больше ничего. Если, позвольте, я скажу, Альберт Александрович прав и с гормональным фоном. Не все в порядке. Мучить женщину безразственно. Мы просто загоним эту пациентку в гроб, если не прекратим все это. Не, не загонят. Вы кто? Выйдите немедленно. У нас совещание идет. Простите, я та самая несчастная женщина. Мать Ирины. Роман Алексеевич, продолжать попытки больше не надо. Достаточно. Потому что я беременна. У моей дочки будет ребенок. Спасибо. Я вас поздравляю. Так. Ну что ж, если вопросов нет, все свободны. Алексей Фадеевич, а вы не хотите поздравить бабушку? Будущую бабушку. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!